Если Аллах, субхану и т.д. нам возможно сделать земные поклоны, уважаемые братья и сёстры, то мы в самом лучшем, приближённом к моменте ситуации перед Аллахом, то есть, что есть это сравнение, Аиша, рада Аллаху, просыпается в одну ночь и потеряла посланника Аллаха, не застала вместе с собой. Помимо Аиши, рада Аллаху, в тот момент у него ещё было 8 жен у посланника Аллаха, и она природовала его к другим женам. Это нормально, нормальное отношение, жена ревнует мужа, муж ревнует жену, только перебарщивать не надо. И тогда она, субхану Аллаху, пошла искать его. И он был где? Он был в мечети, его пятки лопнули. В зеленом поклоне. Он говорил в своём зеленом поклоне, «Аллахумма инни ауузу биридака мин сахатик, ва ауузу биму'афатика мин укубатик, ва ауузу бикаминк, ла ухситана аналейк, анта камаснаита аля нарсик». Он сказал, «О Аллаху, субхану Алия, я прибегаю к твоему удовольствию, от твоего гнева, к твоему прощению, от твоего наказания, от тебя к тебе, и я не смогу полностью обхватить всю похвалу, которая присуща тебе, ты таков, как сам о себе рассказал, как сам себя описал». Здесь в этих словах ты таков, анта камаснаита аля нарсик, ты таков, как сам о себе рассказал, проявил, саллаллаху аляю вассалам, адар, гилк, ахнак, нравственница с Аллахом, потому что никто лучше не знает об Аллахе, чем он сам о себе. Сказали муфассирун учёные, в аяте, где Всевышний сказал, «Валя юхиту набихи ильма», и не сможет ни одно знание его охватить, Всевышний в Аллахе, «Валя юхиту набихи ильма», «Куллиян бихадил ая». Аллах, субхану аля, отрезал надежду, чтобы человек полностью изучил Всевышнего Аллаха, субхану аля, через этот аят, «Валя юхиту набихи ильма», знание, ни одно знание охватить полностью Аллах, субхану аля, не сможет. Субхану аля,